Друзья, очень часто, когда мы снимаем про отопление или водоснабжение, про продувку системы водоснабжения, про расход дизеля, ну в общем, вопросы связанные с теплом и водой, в кадр попадает вот этот газовый баллон. И зрители спрашивают, а как это так? Вы держите газовый баллон дома, не опасно ли это? Чем это обусловлено? Баллон стоит рядом с котлом, тоже не опасно ли это? Не боитесь ли вы взлететь на воздух? В общем, вот такого рода вопросы возникают очень часто. Я хотел бы сейчас ответить, почему у нас газовый баллон стоит именно дома, а не в металлическом шкафу, как это положено по технике безопасности, на улице, ну грубо говоря, в проветриваемом месте, чтобы если была утечка, если будет утечка, то этот газ развеялся, никакой опасности, никакого накопления, никакой встречи с какими-то легковоспламеняющимися предметами или вообще там горячими какими-то предметами, каким может быть котел. В общем-то, вот хотел бы ответить на этот вопрос и рассказать, почему именно так мы поступаем, почему именно дома у нас стоит баллон с газом, которым мы пользуемся, ну в принципе, только для того, чтобы вот готовить. Такой металлический ящик, положенный по технике безопасности для хранения газовых баллонов, есть и у нас. Находится в задней части дома и предназначен как раз для хранения топлива. Здесь же стоит 200-литровая кега с дизельным топливом для мультитопливного котла, ну вы его видели. Он топится и твердым топливом, и жидким топливом дизелем. И вот как раз рядом место для газового баллона. Но как только наступают холода, этот газовый баллон мы отсюда убираем. Вот как раз сейчас газовая магистраль для него закупорена, чтобы туда не попадала пыль. И когда газовый баллон не стоит, вот эта магистраль к нему присоединена. Когда мы убираем отсюда газовый баллон? Когда температуры ночные, в особенности, опускаются ниже, ну подходят где-то к 10 градусам мороза. Почему именно к такой температуре? Сейчас объясню. Дело в том, друзья, что вот такие бытовые газовые баллоны заправляют смесью, топливной смесью, газовой смесью из пропана и бутана. Пропан более дорогой газ, бутан более дешевый газ. Есть соотношения. Летнее соотношение. Это 40% пропана и 60% бутана. Зимнее соотношение. Уже пропана побольше. Ну, грубо говоря, наоборот. 60% пропана и 40% бутана. Пропан, друзья мои, кипит при температуре минус 40 градусов. Грубо говоря, до минус 40 градусов он прекрасно испаряется и у вас в комфорте все будет хорошо. Бутан же кипит при температуре примерно 1 градус мороза. То есть при отрицательной температуре он уже перестает испаряться. Но так как бутан более дешевый газ, пропан более дорогой газ, их вот так вот смешивают. И получается вот эта топливная смесь, которая, грубо говоря, до минус 10 градусов должна прекрасно работать. Но, когда наступает температура ниже 10 градусов, пропан все еще прекрасно испаряется. А вот бутан уже ложится водичкой, ну, я грубо выражаюсь, водичкой на дно баллона. И бывает такое, что уже в комфорте газ не горит. Пропан полностью уже испарился, полностью уже сжегся. Вы подходите к баллону, вот так его шатаете. Видно, что там что-то еще есть, но все равно эффекта ноль. Вот именно поэтому, друзья мои, мы баллон газовый заносим на зиму, ну, внутрь помещения. Ставим его там, где тепло. Возникают вопросы безопасности. Некоторые скажут, вот у вас котел, вот у вас дверца закладки дров рядом. Может быть, здесь будет как-то баллон греться больше. Друзья мои, многолетний наш опыт подтвердил, что вот отсюда, даже если вот она сама по себе, дверца теплая, никакого особого тепла к баллону не идет. Нет такого, что вот эта часть баллона более нагретая и какая-то опасность существует. Ничего подобного. Искр тут тоже нет, они никак не могут сюда пройти. То есть встреча газа с вот каким-то, ну, скажем так, нагретым предметом котла невозможна. Помимо этого, я не ленюсь и хотя бы раз в месяц обязательно все здесь мыльно, такой водяной смесью все обмазываю и смотрю, нет ли каких-то утечек. Помимо этого, когда мы уезжаем, наша дача постоянно не отапливается, мы топим наездами, я обязательно газ закрываю. То есть, когда мы из города посылаем смс-ку на розетку для того, чтобы котел включился, здесь какие-либо утечки вообще невозможны. То есть, включается дизельная горелка, подогревает нам дом, ну, где-то до 10-12 градусов. Потом мы приезжаем, делаем закладку дров. Дрова имеют немного больше КПД, чем дизель. Ну, по нашим наблюдениям, по крайней мере, сухие дрова очень хорошо нам все греют. И, соответственно, приехали, тут уже тепленько, затопили. И вообще, уже через час полный шикардос. И никакой опасности для баллона близость котла не представляет. По крайней мере, у нас так. Инфраструктура для того, чтобы поставить баллон на улицу, есть. Вы ее видели. Вот как раз этот турбопровод. То есть, вот эта гибкая подводка идет уже к плите. Вот эту гаечку мы раскручиваем. Ставим баллон, ну, соответственно, на улицу. И гаечку подключаем вот к этой полипропиленовой трубе, которая ведет как раз на улицу. И баллон у нас где-то с конца апреля, когда уже температура ночью, ну, скажем так, положительная или слабо отрицательная, баллон уже находится на улице. Как только уже такие серьезные минусы, это середина октября, под ноябрь, мы уже баллон переносим внутрь помещения. И, что я заметил, он кончается у нас полностью. То есть, нет такого, что газ уже не горит в плите, я подхожу, а там что-то еще есть. Как правило, есть какой-то конденсат, там 200, может быть, 250 грамм вот этой мутной, вонючей жидкости, которую мы в канавку сливаем перед следующей заправкой, и все. У нас баллон кончается полностью. А когда баллон стоял зимой на улице, было такое, что чуть ли не половина оставалась, и уже ничего не горит. Там минус 15 выхожу, что такое? Супруга говорит, не могу суп сварить. Ну и, соответственно, подходишь к нему раз-раз-раз, там прям что-то прям булькает, но ничего не работает. И, соответственно, приходилось какие-то танцы с бубнами, как-то его шатать, там еще что-то. Ну, в общем, было неудобно. Вот сейчас просто все шикарненько. Ну, друзья мои, поставщики газа настолько сильно химичат с этим газом, что даже когда вот баллон теплый, а сейчас он, ну, наверное, уже градусов, думаю, что 15 точно за сутки нагрелся. Вот мы сутки уже топим дом, и баллончик уже теплый. Все равно есть некий звук, когда мелкий-мелкий огонь горит. Видите, кастрюлька сейчас у нас варит супчик. Все равно есть звук. Вот давайте прислушаемся. Я даже сейчас замолчу. Послушайте. Видите? Это точно абсолютно летняя смесь. Ну, в принципе, не мудрено. Баллон мы заправляли вот этот примерно в октябре. Тогда еще были летние смеси. И я думаю, что коли вот так он себя ведет, даже при, ну, грубо говоря, там 15 градусах, то бутана там очень много. Явно не 60 на 40. Может быть, даже 70 на 30 или даже 80 на 20. Потому что поставщики, конечно же, экономят бутан-газ дешевый. Ну, дешевле, чем пропан. И, соответственно, чем больше туда его в этой смеси загонишь, тем у тебя больше выгоды. Поэтому нужно, конечно же, смотреть и стараться заправляться уже под холода. Ну, по крайней мере, если такая возможность существует, то лучше, конечно, заправлять зимнюю смесь. Там больше пропана, и абсолютно точно газ будет гореть, ну, грубо говоря, жарче. Эффективнее. И вы никогда не будете испытывать с ним проблемы. Вот таким образом обстоят дела. Друзья мои, пожалуйста, комментируйте, критикуйте обязательно. Может быть, у кого-то есть какие-то задумки, как утеплить вот такой баллон. Знаю, что создают утеплители, даже какие-то греющие кабели вокруг него обматывают. Но я ни разу еще не был уверен в том, что это мое. Смотрю ролики различных блогеров, вот как они там утепляются. Ну, как-то это, знаете, может быть, немного кустарно, что ли, выглядит. Вот, вообще хочу, чтобы у меня газ стоял на улице, и чтобы с ним не было проблем. Поэтому, если есть какие-то идеи, обязательно комментируйте. Я с удовольствием прислушаюсь, отвечу под каждым комментарием, перейду по ссылкам. Если вы уже, допустим, что-то сделали сами или сделали по примеру кого-то, пожалуйста, присылайте. С удовольствием посмотрю материал. Вот, как-то так. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока!